Доктор Рядом в действии 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 Соответственно, 8 тысяч детского населения и 12 тысяч взрослого населения. Сегодня проект «Доктор рядом» добрался до трех сел в районах области. Улица Блукова в Ульяновске и скоро открытие офиса на улице Железнодорожной. Дмитрий Емельянов, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. В России не хватает рабочих, в Норвегии образованных. За круглым столом в Ульяновском государственном университете встретились представители королевства и нашей страны для того, чтобы обсудить проблемы трудоустройства молодежи обеих стран и поделиться опытом. В Ульяновском государственном университете сегодня целая делегация экспертов из разных уголков России, всего около 50 человек. Приехали и советники Департамента труда Норвегии, устроили мозговой штурм, обсуждают проблемы трудоустройства российской молодежи. Они во многом схожи с норвежскими. Из сегодняшнего семинара обе стороны возьмут только лучшие проекты. На сегодняшнем семинаре мы узнаем особенности рынка труда как Норвежского королевства, так и Российской Федерации. И, конечно, участники сегодня получат тот опыт, которым они стремятся получить, изучая опыт других регионов, других стран. В федеральном центре считают главной проблемой избыток молодежи с высшим образованием и дефицит рабочего класса. Работа государства по распределению направления обучения между среднепрофессиональным и высшим профессиональным образованием. К сожалению, наблюдаются перекосы, когда большинство молодых людей хотят получить высшее профессиональное образование. А рынок труда, российский рынок труда, в настоящее время требует высококлассные рабочие кадры. Иностранцы выделили ряд проблем, связанных с норвежскими парнями и девушками. На первом месте стоит нежелание работать. Многие тинейджеры путают день с ночью и живут в виртуальном мире. Сидят в интернете или играют в компьютерные игры. На втором месте проблема невежества, как в известном мультике «Не хочу учиться, а хочу жениться». Наша проблема в Норвегии в том, что многие молодые люди не заканчивают образование в старшей школе. Они не заканчивают школу старшей ступени. Соответственно, не получают нужных знаний, и поэтому их шансы получить работу невысоки. На семинаре обсудили финансовые и нематериальные способы мотивации студентов к работе в Ульяновской области и Королевстве Норвегии. Докладчики поделились своими успешными проектами. Следующая встреча пройдет уже в гостях у норвежцев. Вас Салфимова, Игорь Рассадин, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Дом трещит по швам. В селе Братаевка, что в Засвияжском районе, в доме номер 4 по улице Садовой, коммунальная драма. Но о ремонте здания или переселении жильцов речь не идет. Подробнее о сложившейся ситуации Любовь Фомичева. Дому по улице Садовой 4 уже 55 лет. Антонина Купцова живет в нем около 25. Утверждает, что капитальный ремонт дома не делали за это время ни разу. Ее квартира угловая. С появлением трещин стали чернеть стены. Она уже не знает, как бороться с этой напастью. Мы даже вот сами вот когда штукатурили вот с внутренней стороны, у нас штукатурка эта не высыхала никак вот эта. И у нас вот мой муж вот метр вот и от метра этот как все он разобрал, а там внутри все пустота. Вот эту одну стену разобрал он, а там внутри все пустота. Ну мы накидали, конечно, и кирпичи, и песок, и гравий, все вот это. Но сейчас вот более-менее так-то и все равно она чернеет. Потому что вот между кирпичами все равно проходит все вот этот ветер, и все вот и холод, и мороз. В трещины с уличной стороны Антонина носовала тряпок, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Но это не помогает. Жители дома уже не раз отправляли петиции с жалобами. Мы вызывали экспертов, нам поставили маячки со всех сторон. Эти маячки в течение там пяти месяцев упали. Мы их вызывали еще повторно, никто к нам не приезжал. Экспертизу привели. Хотим, чтобы хотя бы штукатурили наш дом, что ли. Стяжку сделали. Потому что дом расходится, трещины дают. Плинтусом я даже смотрю, они расходятся, потому что трещины уже круговую. Маяки служат для наблюдения за трещинами. Если стеклышки трескаются или отпадают, значит дыры в стенах становятся шире. Представители управляющей компании склонны к другому мнению. Маячки стояли, но по записи в журнале велись. Деформации за этот период не было. Но их все-таки кто-то сбил, в принципе, эти маячки. Но по журналу деформации трещин не было. Сейчас, после двух направленных писем в Комитет городского хозяйства, представители управляющей компании заготовили письмо в проектную организацию. Намерены сделать доскональную экспертизу. Она поможет определить, делать ли в доме стяжку, капремонт или признавать жилье ветхим. Результаты экспертизы будут готовы в конце ноября, рассказал Анатолий Моисеев. Любовь Фомичева, Эдуард Истомин, Герман Баранов. Вести Ульяновск. За минувшие сутки на дорогах Ульяновской области произошло 72 ДТП. Три человека получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее инспектор Наталья Валуйская. 22 октября в 9.40 на 51-м километре автодороги Ульяновск-Демитровград-Самара по предварительной информации водитель автомобиля КИА совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход доставлен в больницу. В 13.50 на проспекте Ульяновске, 19, по предварительной информации водитель автомобиля Рено совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован в больницу. Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть по пешеходным переходам. Не передвигайтесь по дорогам в попутном направлении с транспортными средствами. В темное время сутка одевайте одежду со светоотражающими элементами. До сегодня это вся информация. Удачного вам дня. Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Государственную Думу законопроект о муниципальной милиции. Сейчас идет его активное обсуждение. По словам председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, пора признать, что оборотной стороной реформы полиции стало чувствительное сокращение числа участковых, уполномоченных, сотрудников ГИБДД, закрытие дежурных частей и отделов внутренних дел. В связи с этим ситуация с обеспечением общественного порядка не улучшается. Муниципальные власти стали задумываться о создании собственных правоохранительных органов. И здесь, как считает фракция «Справедливая Россия», нужно обратить внимание на ряд моментов. Первое. Муниципальная милиция будет создаваться в районных и городских округах, за исключением городов федерального значения. Она будет представлять собой самостоятельный муниципальный орган, который непосредственно подчиняется главе муниципального образования. Разумеется, при строгом контроле как со стороны органов местного самоуправления и населения, так и со стороны государственных органов – суда, прокуратуры, органов МВД России. Второе. Главная задача муниципальной милиции – обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений. Надо строго отграничить работу муниципальной милиции от деятельности органов внутренних дел. Третье. Всенародное избрание руководителей муниципальной милиции и участковых. Это позволит реально приблизить правоохранительные органы к местному населению, поднять доверие граждан к их работе. Четвертое. Нужно думать о сотрудниках муниципальной милиции. С одной стороны, самые строгие отборы контроль, с другой, должно быть сохранено денежное довольствие, пенсионное и социальное обеспечение, страховые выплаты, соразмерные с социальными гарантиями, установленными для сотрудников полиции. Недопустимо, чтобы в ходе преобразований пострадали честные и ответственные сотрудники. Это были основные пункты законопроекта муниципальной милиции, который в Государственную Думу внесли депутаты фракции «Справедливая Россия». Рассказать о потерявшемся человеке ульяновцы могут на сайте МЧС. В новом разделе официального интернет-ресурса Министерства по чрезвычайным ситуациям можно оставить данные о людях, потерявшихся в результате ЧП. В этой рубрике необходимо внести данные о человеке, его фамилию, имя, отчество, дату рождения, загрузить фото, а также оставить свои контактные данные для связи. Информация, оставленная пользователями на сайте, позволит сформировать базу данных и использовать ее в работе экстренных служб, а также быстрее связаться с родственниками найденных людей, рассказали в региональном управлении МЧС. Лаки – достояние России. В историко-мемориальном центре музея Гончарова открылась выставка «Лаковые миниатюры». Экспозицию представил Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Организаторы выставки, завоевавшие всемирное признание и прославившие Россию за рубежом, уверены, что она станет отличным подарком для ульяновцев в год культуры. И в ульяновске у нас сборная выставка. Здесь представлены экспонаты, которые были сделаны во всех четырех крупнейших промысловых центрах «Лаковые миниатюры» в России. Это Полум, Стера, Фидоскина и Палех. На выставке более 80 работ. Среди них шкатулки, пластины, ларцы, пеналы, панно. До этого экспозиция побывала в Калининграде, Оренбурге и на Льенмаре. Выставка является первым этапом программы «Достояние России. Традиции для будущего», разработанной Всероссийским музеем совместно с Министерством культуры Российской Федерации. Главная цель – привлечь внимание к отечественной истории, культуре, к народным промыслам, которыми славится наша страна. Сегодня в Казани откроются «Красные ворота». В Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан откроется третья академическая художественная выставка. Своё творчество представят и ульяновские художники. В галерее Казанского музея будут выставлены работы 18 членов Союза художников России. Их работы также войдут в большой академический каталог проекта. Позвоните, если случилось ЧП. В связи с резким ухудшением погоды администрация города просит ульяновцев сообщать обо всех случаях обрыва линий электропередач, падений деревьев и приостановки подачи коммунальных ресурсов по телефонам городского штаба по обеспечению жизнедеятельности. Информацию о случившемся можно сообщить, набрав 42 16 78 05 или 050 с мобильных телефонов. Центр приема сообщений работает круглосуточно. Это была последняя информация выпуска. Впереди прогноз погоды от ульяновского гидрометеоцентра. Информационную картину дня продолжит в 17.13. Елена Гончарова. Сейчас в Ульяновске минус 8 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%. Ветер западный 11 метров в секунду.